Всем привет, меня зовут Валентин Малых, если кто не знает, я представляю лабораторию нейронных систем глубокого обучения МФТИ. И сегодня я вам расскажу, как перестать бояться и начать решать конв.AI. Сначала вопрос, кто вообще слышал, что вот такое есть? Ага, да, кто-то слышал. Ну, после сегодняшнего доклада услышат все. Значит, поехали. Доклад будет состоять из четырех частей. И первая часть – это что у нас с диалоговыми системами, вообще что это такое, зачем нужно, как они делятся, как мы про них думаем. Вторая часть – это то, ради чего я сюда пришел, это я расскажу про наш челлендж. И третья-четвертая часть, если кто-то не уснет, это, соответственно, техническая часть нашего бейзлайна, который мы хотим, чтобы люди использовали для решения нашего челленджа. Ну, опять же, хотим, мы никого не обязываем. Кто хочет, может использовать все, что угодно. И вторая – это научная часть. Поехали. Соответственно, во-первых, диалоговые системы. Здесь есть люди, у которых есть iPhone. Ну, да, я думаю, есть, ну, я почти уверен. А у кого-нибудь Windows стоит? Во, здесь нет никого с Windows, круто. Ну, в общем, те люди, у которых есть iPhone, знают про Siri. Те люди, у которых, которых здесь нет с Windows, они знают про Cortana. Ну, и в целом все слышали что-нибудь такое. Не помню, как у Google это называется. Голосовой помощник. Вот это диалоговая система. В целом диалоговая система – это самый удобный для человека способ получать информацию. То есть человеку удобнее всего общаться с человеком, как ни странно. И все сейчас стремятся сделать так, чтобы человек общался именно с помощью диалога. То есть с помощью натурального обмена информацией. Значит, мы сейчас про диалоговые системы. Как мы их хотим понять? То есть, как говорят, если ограничить, значит определить. Давайте их как-нибудь попытаемся ограничить. Вот у нас есть две, два dimension, скажем так. Они очень условные, но тем не менее. Значит, у нас есть вертикальные – это task-oriented и general. Task-oriented – это по-русски задачи ориентированные системы, general – как бы общего назначения. Соответственно, второе – это closed domain, open domain. Это чуть-чуть более сложная штука. Closed domain – это когда мы говорим на очень четко определенную тему. Например, вы звоните в банк и вы точно знаете, о чем вы хотите поговорить. Вы знаете, что вы хотите поговорить про, допустим, карточки или вы хотите какую-то справку или что-то такое. Вот это closed domain. Open domain – это гораздо проще, когда вы просто о чем-то разговариваете. Значит, первое, с чем, наверное, все сталкивались – это автоинформаторы. Вот когда я сказал про банки, когда вы звоните в банк, это автоинформатор. Помимо банков есть еще куча примеров автоинформаторов. Не знаю, сейчас какие-то пиццерии так делают, что вы звоните, нажмите 1 для того, чтобы заказать маргариту, нажмите 2 для того, чтобы, не знаю, там, заказать какую-то другую пиццу. Вот эта штука – автоинформаторы. Автоинформаторы, они closed domain, они очень-очень узкую область освещают. И они всегда task-oriented. То есть они всегда предназначены для того, чтобы выполнить один конкретный task. Ну, они могут быть несколько близких, но, тем не менее, это какой-то один глобальный task. То есть заказать пиццу, там, не знаю, обслужить клиента. Значит, следующее. Есть системы знаменитые, кстати, Элиза. Кто слышал про Элизу? Мне просто интересно. О, надо же, вот это круто. То есть про Элизу уже многие слышали. Для тех, кто не слышал, Элиза – это такая шутка времен 50-х годов. Примерно психиатр в виде чат-бота. Совершенно прекрасная вещь. Если вы хотите получить настоящий психоанализ, обязательно напишите Элизе, она вам очень поможет. Значит, она является, наша Элиза General, то есть с ней можно говорить о чем угодно. Но в то же время она является closed domain. То есть она говорит на определенную тему, и это психоанализ. То есть она пытается как-то интерпретировать, Ну, опять же, как-то интерпретировать, это нужно понимать, что это все чистый рандом. Там нет никакого интеллекта. Надеюсь, все это понимают. Значит, следующий пример чуть более такой общей системы – это Char RNN от Карпатова Андрея. Все, наверное, слышали про Андрея Карпатова и его Char RNN. Это штука, которой вы кормите, например, субтитры от фильма, и она вам может что-то отвечать. То есть она может вам генерировать, не знаю, вы ему пишите привет, она отвечает хорошо, за улицы солнышко и там всякое такое. То есть это абсолютно бессмысленный диалог, но тем не менее его можно провести. И это довольно забавно. Если непонятно, что это за картинка, это картинка из его статьи «Undrysable Effectiveness of RNNs». Если кто-то не видел, очень рекомендую, там много всего интересного. Сейчас внезапный лобстер. Внезапный лобстер – это наш кон-ви. Я сейчас про него немножко расскажу. Чем он отличается от всего вышеназванного? Он является task-oriented, то есть у нас есть конкретный task, который мы хотим сделать. Я расскажу, какой. И второе – он является open domain, то есть вы можете говорить в принципе на любую тему, но тем не менее задача в этом челлендже, чтобы вы выполняли определенный task. Ну и, соответственно, последнее, конечно, по порядку, по значению – это true AI. Тут был вопрос, почему true AI, потому что сейчас AI называют все, что не попадя, там, не знаю, те же автоинформаторы называют AI. Я считаю, что это профанация, но в целом ладно. Значит, тем не менее вернемся к лобстеру. Значит, что такое конв AI? Здесь есть ссылка, там есть все подробно. В целом, что важно, это действительно task-oriented и это open domain. Это on general in open domain sense. Хорошо. Значит, сейчас минутка бессовестной рекламы. Наш челлендж является live competition на НИПСе этого года, так что если вы вдруг хотите поехать на НИПС, мало ли, то у вас есть шанс, вы можете поучаствовать и если вы хорошо себя проявите этим летом, то вас пригласят на НИПС. Вот, как-то так. Но тем не менее вернемся. Значит, в чем состоит челлендж? Человек общается с ботом или не с ботом. Мы об этом человеку не говорим и он просто общается с кем-то. И это может быть другой человек, может быть бот. У них есть конкретные задания. Конкретное задание – это научиться обсудить какую-то статью. Мы выбрали новостные статьи, потому что их проще всего обсуждать, но потенциально это может быть все что угодно. То есть у нас есть некий документ, например, там пара абзацев, и этот документ нужно обсудить. Каким образом? Задать вопросы, ответить на них, получить вопросы от второго участника, ответить ему. И последнее – это, собственно, после того, как произошло общение, мы получаем оценку, мы делаем оценку. То есть оба участника предоставляют оценку. Конечно, оценка от бота, она может быть не очень осмысленна по большому счету, но тем не менее. Зачем все это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли составить датасет. То есть сейчас нет датасета, в котором бы были оценены диалоги по степени их близости. То есть мы просим человека оценить, насколько общение его удовлетворило по каким-то критериям. И вот по степени удовлетворенности мы можем ранжировать наших ботов и получить датасет с такими оценками. Этого еще никто не делал, и после НИПСА вот у мира появится такой датасет. Так что всех призываю участвовать и делать добро миру. Наверное, многие мне скажут, что то, что я писал, это разновидность тюринг-теста. И вы будете абсолютно правы, если кто-то мне это хотел сказать. Действительно, это разновидность тюринг-теста. То есть мы не требуем, как в классическом тюринг-тесте, того, чтобы человек говорил, кто это, машина или человек. Кстати, самое интересное, что вот многие не знают, но классический тюринг-тест, он не про машину и человека, а он про машину, мужчину и женщину. Там надо было почему-то разделить на три. Для тюринга это было важно. Я не знаю, зачем. Но вот Алан Тюринг так вот решил. Соответственно, у нас же не требуется того, что определять человек, машина. Нам все равно важно, насколько человеку понравилось общение. И вот это «насколько понравилось» позволяет нам выстроить ранжир от полной пробки автоинформатора до общения человека с человеком. Вот. Соответственно, вот здесь лежит наш бейзлайн, в который я призываю всех участвовать. И самые нетерпеливые могут сфоткать QR-код и перейти прямо по ссылке и уже начать смотреть код, пока я рассказываю. Я сейчас расскажу про техническую часть. Для технической части мы использовали много распространенных технологий. Это, прежде всего, докер, питон третий. Лично мне, конечно, жаль, что питон третий, но второй питон умирает. С этим надо смириться. Это два фреймворка машинного обучения Torch и TensorFlow. И я чуть позже скажу, почему именно так. И остальное все достаточно простое. То есть это git, regexp, shell. Вот все самые стандартные вещи. Дальше будет понятно, к чему это все. Соответственно, фреймворки машинного обучения TensorFlow и Torch. Почему мы использовали два фреймворка? Ответ очень простой. Мы просто взяли готовый код, которого на просторах интернета не так много. И мы его обернули в докер и связали все это с помощью shell. Вот так у нас устроен бейзлайн. Сейчас будет понятнее, что это такое. Поэтому у нас используется TensorFlow и Torch. Но вы не обязаны, вы можете использовать все, что вам нравится. Вот. Это немножко страшная схема, но надеюсь, она сейчас будет попонятнее. То есть в чем здесь идея? Вот у нас есть центр, там, где хостовая машина. Соответственно, там у нас наш бот, крутится, который общается с телеграмным сервером. Телеграмный сервер у нас какой-то удаленный. Этот бот, собственно, производит основную, основной диспетчинг. Это то, что, может быть, кто-то занимался логовыми системами, в других местах называется диалог state tracking. Вот трекингом диалога занимается центральная хостовая машина. Как все происходит? Из телеграма нам приходит сообщение. Сообщение, мы предполагаем, что оно от человека. Вот это сообщение нужно классифицировать. У нас есть классификатор, который крутится рядом с нашим ботом. И в самом простом случае это просто классификатор на правилах. То есть, условно говоря, есть ли у нас в конце вопросительный знак. И если есть, то это вопрос. А если нет, то это ответ. Вот самая тупая система, какая только можно придумать. Значит, после того, как у нас прошла классификация, теперь мы знаем, что это был вопрос или ответ. Предположим, что это был вопрос. Если это был вопрос, тогда наш бот начинает делать следующее. Он берет текст, который мы обсуждаем. Если вы помните, мы обсуждаем какую-то новость. И вот взяв эту новость, он берет вопрос. И по этому вопросу генерирует ответ. Этот ответ мы отправляем как ответ нашего бота. Взаимодействие с question answering system сделано через shell. То есть мы запускаем в докере и через shell гоняем туда-сюда данные. Так как данных там 3 копейки, собственно, одно предложение вопроса и ответ меньше предложения, то это работает нормально и ничего больше не требуется. Соответственно, более интересный случай, когда у нас не вопрос был, а был ответ. То есть у нас был ответ. Это значит в нашей такой извращенной логике, что мы должны задать вопрос. А для того, чтобы задать вопрос, нам нужно этот вопрос как-то сгенерировать. И вот здесь начинается интересное. Я сознательно умолчал об использовании Stanford Core NLP, потому что это специфическая штука, которая делает различные NLP-таски для нас. То есть чуть позже я расскажу, какие конкретно. Соответственно, да, там будет нер, как сказал Леша. Соответственно, вот этот Core NLP нам размечает наш текст какими-то важными штуками и эти штуки мы потом вместе с текстом кормим в Torch. Torch нам генерирует вопросы. И из этих вопросов мы уже убираем тот, который хотим задать пользователю. Вот вкратце, как все работает. Да, забыл сказать, что и Stanford NLP, и Torch, они с ними тоже взаимодействуют через командную строку. Там тоже данных 3 копейки. И это, кстати, на мой взгляд, большой плюс нашего бейзлайна. Позволяет очень легко менять всякие модули. У них не нравится Torch. Выкиньте, напишите свое и будьте счастливы. Окей. Соответственно, это была техническая часть. Теперь научная часть. Если кто-то не уснул на предыдущей части, здесь будет интереснее или наоборот скучнее. Значит, первое. Мы основывались на двух достаточно современных статьях. Одной статье вообще там получается месяц или около того. Второй статье чуть побольше, ей где-то полгода. Вот первая статья – это один из первых, что называется, подходов к снаряду, как вообще генерировать вопросы. Эта тема очень горячая и статья реально одна из первых. А вторая статья – это state of the art система, которая генерирует ответы для вопросов на одном известном датасете, про который я сейчас расскажу. Вот этот датасет называется Squad. Кто слышал про Squad? Кто-то слышал. Кто не слышал, Squad – это придумали в Стэнфорде, сделать следующее. Взяли 500 статей из Википедии, взяли из них несколько абзацев, надергали, и к каждой статье позадавали примерно по 20 вопросов. И в них в итоге получилось 100 тысяч вопросов с ответами. Совершенно прекрасная идея. Сделано это с помощью краудсорсинга, то есть они брали там Amazon Mechanical Turk людей, и эти люди им генерировали вопросы. Соответственно, что здесь… А, есть еще одна ключевая особенность, про которую я не сказал. Ключевая особенность такая, что ответами на вопросы всегда являются спаны текста. Спан текста, для тех, кто не знает, это что-то такое. Я говорю предложение «мама мыла раму». Вот мыла раму – это спан, потому что это некое словосочетание, то есть это некая лексическая единица. Соответственно, это то, что мы хотим видеть, как наш ответ. Вот. Здесь про примеры из датасета. Если интересно, можете посмотреть, то здесь что-то там про церкви и что-то такое. Будут слайды выложены, посмотрите. Значит, про нашу первую из моделей. Первая модель, она учится делать следующее. Она учится задавать такие же вопросы, как в скваде. То есть она берет все, она берет статью, точно такую же, как в скваде, то есть это несколько абзацев, и учится выделять какие-то факты, по которым задавать вопросы. Это на самом деле очень непростая система. Я ее покажу, как она устроена. Конечно, очень кратко. Основные здесь особенности. Это энкодер-декодер архитектура. Это сейчас достаточно известный подход, но тем не менее. Это использование лексических фич. Вот когда я говорил про Stanford Core NLP, это как раз вот оттуда мы берем лексические фичи. То есть это Nameded Recognition или NER, это Post Tagging, Part of Speech, части речи, если по-русски. По-моему, даже больше там ничего и не используется. И последнее, это тоже сейчас достаточно стандартная штука в NLP, называется Attention Based Decoder. Здесь на слайде приведен пример энкодер-декодер архитектуры для machine translation. То есть что происходит? Мы берем наши слова, embedding. Кстати, кто знает, что такое word embedding? Кто слушал про word.ovic, если не знаешь, что такое word embedding? Больше рук. Хорошо. Значит, word.ovic – это word embedding, если что. Соответственно, мы берем какой-то word embedding, кормим его в нашу сеть, и сеть последовательно считывает слова. У нее есть какое-то внутреннее состояние. То есть мы скормили одно слово, у нее есть одно состояние. Скормили второе слово, взяли состояние с предыдущего шага, изменили его. И так мы доходим до конца предложения. Вот дошли до конца предложения, и у нас есть последнее состояние. Вот это последнее состояние, оно как раз про то, то, что мы думаем, что там сосредоточены все знания сети о предложении. И мы считаем, что это состояние должно быть затравочным для генерации декодера. То есть декодер принимает состояние энкодера в конце и начинает генерировать что-то свое. Ну вот здесь это про что-то там вкусный соус, по-моему. Соответственно, вот картинка из статьи. Как мы видим, основное, что здесь есть, это то, что у нас word embedding немножко более сложный. Синенькая – это тот word embedding, который можно считать word to vecom для простоты. Зелененькая, простите, не зелененькая, а оранжевенькая – это lexical features и неупомянутая мной answer position feature – это про то, что где у нас начинается и кончается наш ответ. То есть мы размечаем в тексте спаны и просто знаем, в какой позиции начинается ответ. То есть идет предложение, там мама мыла раму, вот мы знаем, что мыло – это начало нашего ответа. Вот. Соответственно, здесь ключевая вещь в том, что вот у нас есть скрытое состояние от чтения, и дальше происходит attention. Кто здесь слышал про attention? Про attention кто-то слышал, это прекрасно. Я не буду останавливаться на том, что такое attention, потому что их много разных видов, но если мы кратко посмотрим на него, attention – это, несмотря на прямой перевод внимания, это разновидность памяти. Памяти в том смысле, что мы запоминаем или пытаемся учесть все состояния сети, которые были до этого, и используем эту информацию как способ помочь декодеру генерировать более правильные с нашей точки зрения вещи. То есть он генерирует более правильный вопрос. Только и всего. Окей. Соответственно, вторая часть. Вторая часть – это более простая по task'у вещь, то есть это мы пытаемся предсказать позицию нашего ответа в тексте. То есть у нас есть склад, у нас есть текст, и мы говорим, что вот это, не знаю, 101-е слово сначала – это начало нашего ответа, 103-е слово сначала – это конец нашего ответа. И вот эти две цифры мы генерируем на выходе. На входе у нас, соответственно, текст и вопрос. Ключевые особенности. Это использование word-эмбеддингов и char-эмбеддингов. Сейчас я расскажу, что это за char-эмбеддинги. Это использование attention flow. Это вот то, что на самом деле составляет основную суть этой работы. Самое сложное, что здесь есть. Это некий markup layer, который, собственно… Простите, не markup, modeling. Modeling layer, который, в общем-то, является основной… Как сказать, очень простой консенсуальной штукой, но они его преподносят как какую-то важную вещь, поэтому я про него расскажу. Сначала про char-эмбеддинг. Word-эмбеддинг остались такие же, как были. А char-эмбеддинг – это когда мы берем каждое слово, у него есть буковки, к каждой буковке мы приписываем какой-то вектор, точно так же, как для слова. И потом на этих векторах мы делаем свертки. Мы делаем свертки, как в настоящих сверточных сетях. Получаем какую-то новую матрицу, делаем max-pulling, получаем вектор, и на выходе у нас у слова получается один какой-то вектор. Вот что такое char-эмбеддинг в данном случае. Это не всегда обязательно так, но в данном случае это так. Вот. А вот эта самая страшная картинка, которую я сегодня буду показывать, это, собственно, тут ее можно поделить на две части. Это то, что архитектура самой сети, и справа это отдельно attention flow. Attention flow – самая сложная вещь в данном случае. И давайте начнем снизу. Снизу у нас есть word-эмбеддинги. В данном случае это glow, а не word-to-vec, но это совершенно не важно. Второе – это char-эктор-эмбеддинг. Вот как я только что рассказал, свертки по char. Дальше у нас есть context-эмбеддинг. Context-эмбеддинг – это то же самое, что encoder-decoder. Вот когда у нас encoder прошел, и у него есть последнее состояние, вот это последнее состояние, и есть наш context-эмбеддинг. Следующее после context-эмбеддинг – это attention flow. Вот attention flow – это эмбеддинг контекста для нашего текста, нашего, не знаю, статьи в Википедии, если так проще. И с другой стороны – это эмбеддинг вопроса. Вот у нас есть с одной стороны эмбеддинг текста, с другой стороны эмбеддинг вопроса, и теперь мы пытаемся сделать по ним внимание. То есть мы пытаемся натянуть вопрос на текст и текст на вопрос. То есть у нас есть две матрицы, и они несимметричны, это важно. То, что они несимметричны, это, во-первых, объективный факт, во-вторых, почему это так? Потому что вопрос может относиться к каким-то фактам в тексте, то есть мы какие-то слова одни подсветим, а когда мы читаем текст, мы можем видеть, какие слова с точки зрения чтения текста важны в вопросе. Соответственно, после attention flow layer мы получаем вот эту матрицу, точнее две матрицы, на основе которых мы делаем обычный multi-layer perceptron, это то, что называется modeling layer. И сверху в качестве нашлепки у нас есть два softmax, которые просто предсказывают две циферки. Это позицию, начало и позицию конца. Вот, собственно, и вся вкратце архитектура bidirectional attention flow. Да, я, кстати, не сказал про то, что это bidirectional. Чем отличается bidirectional от unidirectional? Вот здесь у нас видно, что стрелочки идут в две стороны. Стрелочка, соответственно, вправо и стрелочка влево. Что это такое? Когда мы читаем предложение слева направо, как привыкли, это, соответственно, прямой проход, но мы можем прочитать предложение еще справа налево. И это будет дополнительная информация, которую мы тоже можем использовать. Вот такие два прохода называются bidirectional. Поэтому, собственно, bidirectional attention flow. Вот. Это практически все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Вопросы? И вижу первый вопрос. Вот там. Виталий, большое спасибо тебе, за замечательный доклад. Вас не слышно, простите. А сейчас слышно? Сейчас. Виталий, большое тебе спасибо за замечательный доклад. Ты в самом начале упомянул один из очень важных вопросов, а именно валидацию модели, тем, что есть некая группа ассессоров, которые оставят некие экспертные оценки по качеству модели. Я правильно это уловил? Ну что, когда вы хотите оценить, насколько качественную модель вы построили, вы натравливаете человека на этого бота, человек начинает с ним общаться и потом говорит, насколько он доволен. Соответственно, вопрос следующий. Когда у вас есть эта экспертная оценка, которая наверняка представляет собой что-то в виде от 1 до 5, от 1 до 10, вы на одном и том же боте получаете довольно большой разброс. Что вы делаете в этом случае? Как вы оцениваете модель? Как вы решаете вопрос с этим разбросом? На самом деле у меня будет доклад через 2 дня на диалоге как раз про оценку диалоговых систем. Что делать, если у нас достаточно большой разброс? Это на самом деле большая проблема. То есть в чем здесь смысл? Мы можем нормально оценивать, то есть сейчас человечество придумало нормальный способ оценки только для task-oriented систем. То есть мы можем сказать, что как бы вы там не изгалялись, как бы вы не говорили разные слова, разные предложения, если вы смогли добиться решения задачи, вы молодец. Вот это вкратце весь ответ, который могу дать. На самом деле там есть куча попыток это улучшить, какие-то word overlap, там эмбеддинги и прочее, но как показали коллеги из Facebook, это все вообще не работает, к сожалению. Вот, ну я так, немножко поспойливаю. Короче, ответ на наш вопрос, бороться так, что задавать четкие рамки, что мы хотим получить. Ну то есть это очень важный вопрос, потому что наверняка есть разные архитектуры, разные подходы, как только что ты отметил. И когда мы что-то новое делаем, мы хотим оценить лучше, мы сделали или хуже. Да, я понимаю, как раз этому и посвящен наш челлендж. То есть если человеку хорошо от того, что вы генерите, это прекрасно. Если человеку плохо, значит, вы сделаете что-то не так. Тут были еще вопросы. Вот, Петр. А что изменится, если мы попытаемся в этот бейзлайн засунуть русский язык? Я понимаю, что можно и эмбеддинги для русских слов сделать, да, и все. А вот где нас ждут подводные камни? На самом деле, что изменится? Сейчас я отмотаю назад. Изменится, по факту изменится не так много чего. Нам просто нужно чем-то заменить наш вот Stanford NLP. Честно сказать, Stanford NLP для русского языка, пожалуй, можно заменить MyStam, ну, в каком-то виде, по крайней мере. То есть там MyStam умеет не все, он как минимум не делает NER, но NER можно написать на коленке. Я сам писал, в принципе, за вечер какой-то NER пишется. Соответственно, самое сложное для русского языка это, как ни странно, морфология. Ну, я думаю, что это очевидно всем. И в этом смысле как раз, что хорошо, свертки по character, по буквам, они очень сильно помогают. То есть, всю нашу морфологию мы можем учесть за счет этого. Соответственно, если мы поменяем Stanford на MyStam и будем совать русский текст немного более хитрым способом, то есть подавать и лему, и конкретную, ну, и само слово, то кажется, что вот с помощью такой нехитрой допилки мы уже что-то получим. Как-то так. И еще вопрос здесь был. А он там девушку еще хочет. Ну, ладно. Спасибо за доклад. Меня зовут Анатолий. У меня много вопросов, но вот самую сложную, которую схему вы показывали, это из статей, которые вы до этого просто, да, то есть вы там не придумали что-то свое, да, в основном можно просто прочитать статьи, и там все будут ответы, да, или… Да, ну то есть я здесь не брался рассказать статью целиком, потому что, ну, как бы здесь это и не нужно для бейзлайна, то есть для того, чтобы применить бейзлайн, вам не нужно понимать эту статью, вам достаточно просто его запустить. Мы специально потратили время для того, чтобы можно было просто нажать setup, а потом нажать run и оно заработало. А в статье, да, в статье очень много всего и я бы сказал, что можно начать, если хочется делать что-то свое, с более простых вещей, с того же encoder, decoder, то есть вся какая-то архитектура. Одно такое точнее все-таки вот по поводу всех embeddingов. То есть вы одновременно берете embedding слова, конкатерируете с вектором, который получили из char RNN, да, и еще туда добавляете lexical features и answer position, да, то есть получается такой вот этот, вот это все вектор объединенный, да, и вот это уже подаете там на LSTM, направленный и так далее. Да, да. Ну, то есть здесь именно в этом смысл, что они добавляют к word embedding дополнительные вещи, ну и по моим вот экспериментам это действительно помогает, то есть добавление какого-то, ну, NERD не очень сильно, кстати, вот я не замечал, что сильно помогает, а вот пост тегинг, он прям реально добавляет качество, там можно выиграть процент другой. Еще был вопрос. Мой вопрос тоже связан с оценками, вот, соответственно, вы анализируете, например, соответствие тем, тем, или там связанность текста, или, например, если между участниками возник спор, ну, то есть там, то вот такие вещи можно учитывать, например, человек ответил, что там мне не понравилось, потому что там собеседник имел противоположное мнение, то есть такие штуки вы рассматриваете или нет? Смотрите, если между человеком и ботом возникнет спор, мы будем вообще счастливы, потому что именно проблема связанности беседы это основное, то есть боты не умеют поддерживать связанную беседу, это очевидно, то есть если человек скажет, что, я не зря сказал, что у нас несколько метрик, там оценки на самом деле по нескольким метрикам, то есть одна из метрик это вот именно связанность, вторая метрика это общая удовлетворенность, то есть это насколько человеку понравилось, то есть если ему вдруг не понравилось, то бот ему нагрубил, но при этом все было связано, это прекрасно, значит бот что-то может человека оскорбить, это уже половина дела, соответственно, и там есть что-то еще, то тоже какая-то оценка, то есть мы постарались учесть именно вот такие вещи, да, что главное это связанность, конечно, но если человеку понравилось общаться с ботом и при этом он был не связан, это тоже нормально, то есть мы хотим максимизировать счастье человека, чтобы боты стали более приятны для общения, это основная проблема. Давайте с микрофоном только, еще вопросы были до этого, то есть а как вы определяете, у вас же это автоматически вы, еще раз, сейчас, вы эти данные, которые получаете от пользователей, вы их автоматическом режиме рассматриваете или люди? Я не понял вопроса. Ну, люди рассматривают то, что вот фидбэк от того, как они проработали с ботом или компьютеры, то есть как вы определяете то, что этому, ну человеку понравилось там, точнее то, что он поссорился с ботом. У нас процесс, собственно, устроен так, что человек в конце разговора, неважно с кем, он обязан поставить оценку, ну то есть он, конечно, может этого не делать, это понятно, мы не можем это проконтролировать, но у нас именно процесс само взаимодействия устроен так, что мы берем и строим оценку, строим оценку для каждого сообщения бота, то человек должен просто лайкнуть или дизлайкнуть то, что ему пришло, и в конце, насколько он удовлетворен. То есть мы хотим получить как можно более глубокий фидбэк от человека. Вот. Можно? Да, меня зовут Станислав, у меня один маленький вопрос, на самом деле большой, я вам наврал. А можно на слайд вот предыдущий откатать, где там… Вот этот? Нет, 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 где была связь question answering и question general… Сейчас вывод про это? Нет, самые первые, самые первые слайды. Самый первый слайд, вот это? Нет, еще, 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 назад, 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 назад. Вот. Вот это? Дальше, на один. Вот, отлично. У меня вопрос, то есть сначала вам приходят сообщения из телеграм, допустим, по API, вы его классифицируете, если это вопрос, то вы используете question answering систему, и если это не вопрос, вы используете question generation. Теперь, собственно, как переходит память от question generation к question answering, через attention flow или нет? То есть… Да, я понял вопрос, спасибо. Соответственно, здесь хороший вопрос. То есть бейзлайн, он изначально делался как очень тупой. То есть здесь никакого перехода нет. Но, конечно, мы предполагаем, что хорошее решение будет учитывать. То есть у нас есть такая часть, как с… Dialog state tracker. Вот этот state tracker, он как раз должен помнить, что было сказано, как сказано. Ну, в бейзлайне там есть сохранение всех реплик. То есть если вы посмотрите код, там уже сделано задел под это, да. То есть все реплики сохраняются, вы всегда можете посмотреть, что было. И если вы хотите это скормить вашему, там, отвечателю на вопросы, задавателю вопросов, пожалуйста. Это никакой проблемы нет. То есть сейчас этого нет, но это бейзлайн. В бейзлайне нет, но бейзлайн он именно для того и предназначен, чтобы просто люди начали что-то делать, чтобы люди не боялись. Пожалуйста, берите бейзлайн, отправляйте, делайте все, что угодно. Спасибо. И еще давайте два последних вопроса. У кого они были? Валентин, значит, немного потерялся. А вот этот бейзлайн, он для квалификационного раунда или для раунда, где уже люди оценивают? Еще разок. Ну вот бейзлайн он для квалификационного раунда или для раунда, где уже люди оценивают? Смотри, тут, как сказать, для квалификационного раунда мы хотим сделать следующее. Либо команда, которая подается, показывает нам какой-то результат на скваде или на MS-марка, но я не стал упоминать про MS-марка, чтобы не загружать, но сквад или MS-марка. Если вы умеете отвечать на вопросы на одной из этих систем по лидерборду, то этого уже достаточно. Либо вы делаете, соответственно, какого-то разговорного бота. Вот чтобы упростить делание разговорного бота, мы выпускаем бейзлайн. То есть, наверное, мы сможем распознать свой бейзлайн, насколько он там плохой. То есть, если вы захотите с нашим бейзлайном поучаствовать, я не против, но вам нужно будет чем-то подкрепить еще. То есть, вот есть бейзлайн, но вам нужно в любом случае написать, а что вы планируете сделать. И, соответственно, допустить мы, конечно, наверное, допустим там более-менее всех, но как бы human affiliation всегда отберет лучших. А у этого бейзлайна есть какие-то оценки, которые уже как-то, не знаю. Нет, пока еще оценок нет. У нас пока еще не было human affiliation, он будет летом. Спасибо большое. Если есть еще последний, самый последний вопрос. Нет, есть. Есть новость, Станислав. Еще один вопрос по поводу, собственно, классификации на вопрос и не вопрос. Нужно ли прикручивать какую-то исправлялку? Дело в том, что люди зачастую пишут неправильно и ошибаются даже в вопросе. Тоже хороший вопрос. На самом деле сейчас это сделано совсем тупо. Просто вот на правилах. Я рекомендую, скажем так, сделать классификатор более умным. То есть с шумом, чтобы там были опечатки, чтобы у вас был настоящий классификатор, а не просто на правилах. Соответственно, тут вопрос в том, что, наверное, классификатор я бы, если бы я делал этот челлендж, я, к сожалению, не имею права, но я бы тогда классификатор учил совместно как мультитаск вместе с ответом на вопросы или с генерацией вопросов, вот как мультитаск будучил. Вот я бы так сказал. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Валентин, и давай тоже выберем лучший вопрос. Есть у тебя какой-то самый классный? Лучший вопрос, наверное, вот Станислав, он задал два вопроса, они были очень хорошие. Мне кажется, ты снова уже наградил. А у него же есть эта штука, да, черт, ему нельзя, да. Нет, в смысле можно, но зачем ему две? Давайте выберем кого-нибудь еще, вот этому человеку в шапке. В шапке? Как вас зовут, за какой вы компанией? Хороший вопрос. Меня зовут Эльдар. Очень приятно. Спасибо.